Благоустроить земли общего пользования, не нарушив сохранность Звенигородского Кремля и особо охраняемые природные территории Звенигородского городища, стало поводом для выездной инспекции главы округа Андрея Иванова. Инициативная группа обратилась в администрацию муниципалитета с предложением перекрыть проезд по улице Городок, которая ведет к собору Успения Пресвятой Богородицы и сделать ее пешеходной. Какие были причины сделать этот памятник? Тут все. Экология, эстетика, культура, наука, археология. Все. И он создавался с целью сохранения его в первозданном виде. В настоящее время идет масштабная реставрация Успенского собора. После ее завершения сюда устремятся потоки туристов со всей России. Ограничить им доступ к объекту, который является культурным и духовным наследием страны, невозможно. Также дорогой пользуются жители частного сектора, прихожане и воспитанники воскресной школы. Закончим реставрацию. Это достояние всех жителей России. И все захотят сюда попасть. Цель мероприятий – обеспечить комфортный и беспрепятственный доступ к собору. Для этого необходимо развести потоки пешеходов и машин. Предполагается, что вскоре здесь появятся тропинки. Также есть предложение запустить по территории Звенигородского городища небольшой электрошаттл, который будет забирать прихожан и посетителей на перехватывающей парковке при съезде с улицы Лермонтова и довозить до собора. Все это позволит снизить антропогенное вмешательство на особо охраняемую природную территорию. Елена Краева, телекомпания Одинцова.